Всем привет! С вами Тексас и это прогнозы на четвертый день Куала-Лумпура, то бишь на второй день плей-оффа. Кто не в курсе, Фэнтези Лига играется от Госуаи, это лига, которая бесплатная, но с реальными призами. Здесь не позорные левела, здесь нормальные призы, это 1000 баксов каждый день, плюс залетает еще кресло, собираем место и ваучеры стима, которые можно будет потратить на покупку, допустим, артефакта. Почему бы и нет? Вот там должна быть всплывашка по Фэнтези Лиге на первый день, точнее объяснение, как это играется, ну а сейчас прогнозы на 12 ноября. Кстати, за 10 число я занимаю топ-1 среди талантов и в принципе это камбэк, ведь 9 число я провалил, там у меня не пошло с командой Пэйнгейминг и командой Эвл Джениусс. Как я уже сказал в начале видео, завтра схожий формат, который был сегодня. Матчи стартуют в 8 утра по Москве и первый матч это Best of 3 между Эвл Джениусс и командой Ниндзя Ин Пижамас, после играют Виртус Про против команды Фнатик. Нужно поставить игроков, которые завтра сыграют по 2 матча и желательно, чтобы они победили. Я думаю, что завтра победа будет для команды Эвл Джениусс и также я ставлю на победу команды Виртус Про и соответственно игроков лучше ставить из этих команд. На ваших экранах мой прогноз на завтра. Команда Ниндзя Ин Пижамас лишь дважды обыграла команду Пэйнгейминг 2-0, а Пэйнгейминг уже отлетели с турнира и заняли последнее место. Я думаю, что ЕГЭ завтра смогут, ведь даже команду Вичи Гейминг они обыграли 2-0, так что я ставлю аж 3 игрока из этой команды, так как это более надежно. Я доверяю этим парням, думаю завтра они не подведут. Ну и в плане команды Виртус Про. ВП в принципе могут удивить драфтами и не всегда в хорошую сторону, ведь как ни крути, вот есть момент того, что они поменяли капитана и меняют свой плейстайл. И в принципе они даже проиграли одну карту команде Альянс, которая сегодня без шансов отлетела от команды LGD. Так что с моментами эксперимента в драфтах они могут проиграть карту команде Fnatic, но тем не менее я думаю, что они пройдут далее. И по позициям. Это Сумаил и NoOne на коров, потому что мидеры чутка больше заводят поинтов за исключением, допустим, ниши. Вот ниша фармит как дикий парень, эти фэнтези-поинты заведут хорошо. В плане Хартленера я думаю, что СФО будет чутка более стабильным, нежели Паша завтра. Ну и на суппортов лучше ставить, как правило, пятерки. Как правило, пятерки фармят чутка больше, хотя бывают исключения. То есть, допустим, там DJ фармит как дикий парень, или Ябзор, или FY, который сегодня катал, допустим, на Кентавре против команды Альянс. И нафармил даже больше, чем все коры соперника. Так что здесь есть вариативности. Так что я думаю, что данный пик наиболее оптимальный и наиболее безопасный такой, стабильный в плане набора фэнтези-поинтов. Так что пишите в комментарии, нравится ли вам мой драфт, либо же у вас есть свое мнение. Если что, ссылка на фэнтези в описании, она абсолютно бесплатная, и вам всего-то нужно добавить ботов, друзья. Объяснение есть в видосе, которое было в всплывашке, в подсказке в начале. Ну и ставим палец вверх, подписываемся на канал. Я сегодня планирую подрубить стрим по артефакту, ну а завтра Дота начинается в 8 утра по Москве. Первый матч ЕГ против НИП, ну а после Виртус Про против команды Фнатик. И завтра еще будет матч на вылет между Форвард Гейминг и Гамбит. Либо Резоль, либо команда из СНГ занимает последнее место на Куал-Лумпур-Мажоре. Кто это будет, кстати, предскажи, напиши в комментарии. Ну а с вами был Тексас, пока! Субтитры подогнал «Симон»!